Добрый день, уважаемые коллеги! Ну, так много сегодня говорили о крапивнице, что я, в принципе, постараюсь не повторяться, не так много времени, но я очень согласен с клиническим отношением к крапивнице, потому что главное, что мы видим. Конечно, анализы здоровые, мы их всегда делаем, но все-таки это идет потом. Но типичный элемент, да, асцитонка такая. Существует иногда, вот, еще раз, я повторяюсь, именно как-то кратко рассказывать, потому что в 20 минут рассказать про детскую крапивницу невозможно. Конечно, существует крапивница ангиотек, да? Почему важно для нас всегда отдельно смотреть на больных, у которых есть ангиотек? Ну, конечно, чтобы не пропустить какие-то тяжелые заболевания, но, прежде всего, это может быть наследственный ангионевротический отек. Если мы его пропустим, жизнь больного будет совсем не хороша. Поэтому, если мы видим изолированный ангиотек, наше действие приобретает особую настороженность. Ну, обычная наша ситуация, когда мы видим крапивницу плюс ангиотек, либо единичную крапивницу только. И в целом существует такая закономерность. Где-то, ну, 6-7-8% пациентов имеет изолированный ангиотек. Сочетание имеет это в детстве где-то 10-15-20% в сочетании крапивниц с ангиотеком. То, о чем сегодня говорили, обязательно на ранних этапах надо выделять индуцированные формы крапивницы. Если мы это делаем, это дает нам очень много информации и многие лишние действия сразу же уходят на задний план. Более того, наши какие-то действия становятся очень осмысленными. Понятный слайд той или иной редакции вы видели. Тучная клетка, это, конечно, ключевая клетка, крапивница. И наши усилия в значительной степени направлены именно на блокады медиаторов. Существует целый ряд рекомендаций, как мы можем как-то иначе консультировать больных с крапивницей. Этот список, он такой домашний, да, его можно сильно продолжать, но прежде всего мы обязаны осматривать больного с головы до ног. Если мы это делаем, мы, соответственно, можем увидеть те симптомы, которые могут остаться за кадром. Обязаны оценивать симптомы со стороны других систем. Это и ревматоидные болезни, это и ауто-воспалитные, как уже говорилось, это и анафилоксия и так далее. Необходимо выделять больницу с изолированными ангиотеками. Обращать внимание на другие элементы. Если есть полиморфизм, особенно первичных элементов, мы сразу же должны задуматься, что у этого пациента не крапивница, но как-то организоваться. Длительное существование элементов. Обычно уртикарий существует 24 часа, до 24 часов. Что вы будете делать, если уртикарий существует, особенно острые, где-то 30 часов? Вы будете думать, что это воспалительное какое-то заболевание, уртикарийный воскулит или нет? 26, 27, 28 часов. Такие ситуации возможны, поэтому длительное существование часто оценивается неоднозначно. Ответ на терапию. Конечно, мы должны сразу же понять, отвечает пациент на терапию или нет. Почему это хотя бы важно, чтобы опять-таки выявить, я сразу же по следам своих предшественников говорю, если мы видим, что больной не отвечает на антидистаминные препараты, это абсолютно маленький пациент, то всегда надо задуматься, что у пациента может быть автовоспалительное заболевание, особенно если уртикарий какие-то немножко особенные. Необходимо соотносить уртикарий с возрастом пациента, длительностью заболевания, непосредственным триггером. Вот Светлана Леговна сегодня очень точно сказала, бывают пациенты, которым ставят автовоспалительное заболевание, у них был всего один или два эпизода. Находят какой-то полиморфизм, даже не мутацию, им ставят автовоспалительное заболевание. Я думаю, что эти больные у вас были в практике сезонной леговиной. То есть, конечно, это нонсенс. Нужно посмотреть этих больных достаточно долго. Ну, вот типичная ситуация, она бывает в детстве, но это не мои сладики, но факт такой, солитарная мосцитома. Очень часто этих больных лечат какой-либо изолированной, иногда как экзему, изолированную и так далее. Ну, а внешне, конечно, это диффузная мосцитома, мосцитоз. И, конечно, тоже, если мы берем детей раннего возраста, то достаточно сложно убрать возможность системного мосцитоза. У пациентов может быть высокий достаточный уровень трептаза, при этом системный мосцитоз раннего возраста сейчас на момент поставить просто не может. Это очень сложная категория пациента. Кожная форма мосцитоза, несмотря на достаточно страшный вид этих пациентов, подавляющий в большинстве случаев хороший прогноз. Мегаморфная эксудативная эритема – это острое состояние. Ну, понятно, в обычной практике это встречается, особенно в связи с инфекциями. Но типичная ситуация, когда у пациента видят элементы, которые существуют в какой-то определенный промежуток времени. Ну, обычно это больше 30 часов. Ну, они как-то варьируют, да? Но у пациента еще есть какие-то вторичные элементы, да? Вторичные элементы, а когда присмотреться, мы у него можем увидеть мелкие пузырики, да? Герпетифорный дерматит дюринга. Конечно, это никакая не крапивница, совсем другой диагноз. Но, между тем, пациента очень активно лечит по этому заболеванию. Креоперин ассоциированный я пропущу, потому что, как бы, после Светлана Олеговна об этом говорить, наверное, не стоит. Но вот типичная ситуация. Наш пациент, как Светлана Олеговна его сейчас ведет, да? Как бы типичный пациент такой, да? Диагноз, если поставлен поздно, то, соответственно, эффект от терапии резко уменьшается. Более того, многие пациенты с креоперин, с этими диагнозами, у них бывают какие-то или иные отклонения в психомоторном развитии. И это еще одна из проблем, с которой, в общем-то, можно столкнуться. Конечно, нужно, для детства это очень важно, отличать уртикарии и уртикароподобные элементы. Граница очень условная, да? Атипичные уртикарии, вот при множестве заболеваний, да, они могут быть, они могут очень походить на уртикарии, но вот очень важный признак – нет ответа на антигистаминные препараты. Но, опять-таки, это бывает не всегда. Уртикароподобные, они обычно перситируют больше 36 часов, но, опять-таки, вот граница бывает очень стерта, и часто это как бы не столь явно. Вот типичный уртикарный воскулит, я также это пропущу, потому что понятно, да? Девочка, у которой возникает ангиотек, ну, вот здесь как бы уже завершается ангиотек при контакте с рыбой, да? У нее есть атопический дерматит, но есть и неотложная реакция, металактическая, и отек губ. Еще один пациент, обратите внимание, ну, вот уже заканчиваются симптомы, да? Да, типично в детстве, вы можете таких пациентов увидеть, ну, съел много клубники, да? Если мы этого пациента посмотрим, есть ли у него и клубники, конечно, мы его, ну, в данном случае, не найдем, да? Еще одна ситуация очень частая, рука в два раза больше. Я просто случай прокомментирую немножко, да? Кисть в два раза больше, но у пациента есть только ангиотек, да? Если только отек, вы всегда должны подумать о возможности наследства ангионевротического отека, да? У ртикари на теле нет, да, это наследство ангионевротического отека. Еще один молодой человек, ему ставят диагноз наследство ангионевротического отека, потому что видят, что у него отекают губы во время физической нагрузки, при этом у него находят снижение С1-магибитора функционального, но на самом деле это у него эпизод анофилоксии, то есть если этого больного просто посмотреть хорошо, то мы увидим, что, конечно, у него есть целый ряд симптомов, и это диагноз анофилоксия ни в коем случае не ангионевротический отек наследства. То, о чем педиатры должны обязательно знать, очень часто происходит, и вот я увидел эту статью, я просто удивился, что, в принципе, это практичная абсолютно статья, очень часто к нам приходят такие пациенты, у которых мы видим какой-то отек, какие-то высыпания достаточно отчетливо-симметричные и так далее, да? Ну, существует такое, вот мы всегда о нем знали, мы очень редко его использовали, да? И вот когда родители по тем или иным причинам самостоятельно это делают, это первая ситуация, а бывает ситуация, когда случайность воздействия мази, крема и так далее, да? Мы можем увидеть многие симптомы, которые, в общем-то, походят на крапивницу. Еще что важно для педиатров, да, я специально взял несколько немоих слайдов, почему? Потому что они, в общем-то, из классических учебников, да, паравирусной инфекции, да, они могут быть как отечные щеки, что этим пациентам ставят диагноз ангиотеки, да, крапивница. На самом деле это паравирус, это очень, ну, нашлепанная щеки, достаточно известная патология. Внезапная экзантема, да, они могут элементы сливаться, и более того, на фоне внезапной экзантемы очень часто больных начинают лечить очень активно, да, и у них возникает та или иная лекарственная осепка, которая часто, ну, может, ну, походить и является крапивницей, да. Ну, вот такой отек, как мы его будем интерпретировать, да? Опять-таки, очень сложно, да, немножко возвышается, но вроде бы это и не ангиотек, но он возвышается глобально, там, сантиметров 15 у взрослой девочки. Опять-таки, это предвестники ангиотеков у ребенка с наследством ангионевротическим отеком, да, но они никак не реагируют ни на антигистаминики, ни на гормональную терапию. Что очень важно для педиатров и, в общем-то, для любых специальностей, то, что лекарственная терапия может давать огромное количество различных симптомов, различных нозологий, но вот то, что наиболее часто, это уртикария, ангиотеки, да, это наиболее часто. У нас есть такая важная проблема, что мы очень иногда активно лечим, и на фоне активной нашей терапии часто возникает уртикария, крапивница, а вот анонозология, которая почему-то в Российской Федерации она не ставится, я понимаю, что я никак не зафиксируюсь, да, в этой ситуации мы пациенту можем поставить только либо крапивницу, либо токсико-аллергическую реакцию, да, но ни в коем случае мы не поставим ему сыворочная болезнь, подобная реакция. Мы такой диагноз не зафиксируем, да, на самом деле этих больных их много, вы вот видите, какие-то типичные разводы, да, отеки, очень много может быть причин, но обычно все-таки это лекарственное воздействие где-то 1-3 недели ранее, и плюс те или иные еще системные симптомы. Ну вот на ампицелин схожая реакция, да, инфекцию я чуть пропущу, чтобы не устроить, но то, с чем, в принципе, можем сейчас столкнуться, это кореподобная сыворка, как лекарственная реакция, но она очень похожа на коре, в принципе, дифференциальный диагноз очень сложный, скорее всего, это больной попадет в инфекционное отделение, я не так давно читал для сотрудников скорой помощи, да, и для них вот эта фотография, допустим, она вызвала очень много оживленных споров, да, если мы это видим, мы сразу же должны подумать о тех или иных каких-то угрожающих симптомах, да, вот я здесь отразил, краснуха, да, ну вот типичная аллергическая крапивница, да, ну как бы гострая крапивница, ее очень сложно зафиксировать точно так же, и у детей очень часто бывают так называемые псевдоаллергические реакции, при псевдоаллергических реакциях существует целый ряд факторов, критериев, которые мы суммируем и анализируем, мы их можем, ну, вложить, как бы, в диагностику, но опять-таки самая частая ситуация острой крапивнице на фоне ОРВИ, и всегда нам нужно понять, этих детей очень много, которым в дальнейшем ставится диагноз лекарственная аллергия, и очень долго они ходят с этим диагнозом, хотя, конечно, скорее всего, у него этого диагноза не будет. Важно бы знать и педиатрам, и терапевтам то, что существуют пики крапивниц, да, пики крапивниц, связанные с вирусными инфекциями, и обычно, если ведется хоть более-менее, скажем так, анализ заболеваемости, эти пики, они видны. Ну, вот одно из исследований, которые это комментируют, мекоплазмная пневмония в одном из госпиталей в Юго-Восточной Азии, много мекоплазма у больных с крапивницей, да, часто выделяется. А вот в случае я его всегда привожу, чтобы как-то был дифференциальный диагноз, правильно, у ребенка возникли уртикарии во время еды, отекли ушные раковины, сонливость, рвота, боль в горле, кашель возник. Мы можем этому диагнозу ребенку поставить крапивнице, ангиотек? В принципе, ангиотек у него есть. Конечно, мы этот диагноз не можем. Почему? Диагноз крапивницы-ангиотека правомочен, если мы все остальное исключаем. Это совсем не полный список, чего мы должны исключить, но это общие правила, да. Лечение, конечно, крапивниц, оно целая огромная область, да, и лечить их, как бы, с одной стороны, и просто, с другой стороны, не так много препаратов, но вот как мы лечим? Даем антидистаминный, кортикостероиды и какой-то короткий курс диеты. При этом, ну, первое поколение препаратов для острой крапивницы, это побыть вполне достаточно, хлоропирамин, все вы его хорошо знаете. Почему это нужно? Ну, потому что инъекционная форма, потому что, как правило, наши пациенты до приезда скорых уже используют те или иные препараты и так далее. Что важно, конечно, не надо этих больных лечить сразу же выраженным препаратом с выраженным седативным эффектом. Я очень кратко остановлюсь, ой, я вышел сильно за лимит времени, по некоторым крапивницам, да, хроническим, термографической крапивнице, да, качество жизни может страдать очень выраженно, да. Некоторые специалисты считают, что ее не надо лечить, но часто некоторые дерматологи, да, на самом деле, качество жизни у этих больных ужасно, да. Спектр обследования у них немножко отличен, да, от других, ну, от многих других хронических крапивниц. Еще важный момент, провокационный тест. Вот холодовая крапивница Лена Юрьевна о ней вспоминала, да, где-то 40% из пациентов с холодовой крапивницей имеют системные реакции. Очень сложно иногда будет сказать, системная реакция или нет. Если пациент с холодовой крапивницей вышел на холод, у него возникла гонкообструкция, 2-3 элемента на лице. Это анафилоксия или нет? Вот, как бы, это сложно для понимания, да. Но вот провокационные тесты, они не всегда 100% вероятны, да. Более того, может быть, в один период, там, летом, допустим, исчезать это, зимой появляться и так далее. То есть достаточно сложная диагностика. Я очень сильно выхожу за лимит времени, да, но, в общем-то, доказательства вида крапивницы, особенно, ну, индуцированного вида крапивницы, оно обязательно. И по доказательствам мы дальше можем делать какие-то действия. Ну, допустим, для холенергической крапивницы, опять-таки, при ней достаточно часто бывают системные реакции. Но вот информативен тест с горячей водой, да. И это очень часто бывают ребята-спортсмены. И, опять-таки, вот Елена Юрьевна рассказывала, что у холенергической крапивницы может быть тяжелой системной симптомы, да. Очень часто она возникает у ребят-спортсменов, которыми занимаются хорошими физическими нагрузками, да. И более того, как бы, у них могут быть не только в тот момент, когда они потеют, высыпания, но, скажем, такие стрессорные ситуации, они уже разникают, у них такие уртикарии до начала воздействия, да, в тот момент, когда они о нем думают, да. Холенергическая крапивница очень много различных форм. И вот одна из форм, которую вот нужно знать, что она не обязательно типичные элементы, да. Это спина пациента в зоне, где возникает, но мальчик потеет, такие крупные достаточно элементы. Да, у части больных есть специфические IG к поту, да. Вот то, что часто у нас бывает, сочетание нескольких видов индукторов, которые может ее индуцировать, такую крапивницу. И, конечно, эти больные качества жизни у них резко ухудшаются. И у них, как правило, есть сочетание нескольких факторов. У них есть еще и диапатическая крапивница, спонтанная, да, в сумме. Ну, наверное, коллеги, я как бы понимаю, что сильно выхожу за релимит, да. Ну, хроническая – это самая важная у нас ситуация, самая сложная. И, опять-таки, ну, к сожалению, у нас в Российской Федерации нет стандартных тестов, да, вот, ну, как бы, ну, мы и без них неплохо живем, да. Спектр обследования гигантский, да. Мы должны помнить, что обычно при спонтанных, особенно крапивницах, нужно стараться использовать препараты антигистаминики, но теперь, конечно, второго поколения, да, которые обладают минимальным седативным эффектом, ну, один из вариантов – супрастинец. Ну, часто все-таки где-то процентов 30 пациентов, которым не помогает антигистаминный препарат при хронических крапивницах. И в этой ситуации очень важно использовать оценку активности хронической крапивницы. Когда мы ее используем, мы можем как-то наши действия оптимизировать. Вот у нас есть опыт, допустим, использования антигидиотерапии у детей, и те пациенты, у которых четко по показаниям она сделана, но в подавляющем большинстве случаев, ну, во всяком случае, после третьей-четвертой инъекции, мы видим позитивный эффект. Спасибо, коллеги. Я, наверное, это уже оставлю. У меня к вам вопрос, если позволите, по ассоциации крапивницы и синдрома Эллос-Даллос, потому что я столкнулась с несколькими случаями. Если можно, прокомментируйте, пожалуйста, ваш личный опыт. Ну, вот хороший очень вопрос. На самом деле, очень часто пациенты с дермографической крапивницей, у них есть синдром Эллос-Даллос, но этот спектр, он не ограничивает столько Эллос-Даллос, больше заболеваний среднотканных. Спектр очень большой. Что в этой ситуации делать? Ну, я думаю, этого не знает никто. Но то, что дермографическая крапивница в этом случае живет намного дольше, это точно. То, что нужно постоянно давать антигистаминные препараты, то же самое точно. Но у них иногда бывает, наверное, больше процентов, чем в остальной популяции спонтанных крапивниц. У этих пациентов. И какой-то специфической хорошей терапии, давным-давно мы говорили в бета-блокаторе и так далее, целый список, но какой-то конкретной специфической терапии в отношении частности крапивницы в этих больных нет. Я могу уточнить, вы на генетический диагноз или они уже приходят с диагнозом, или это предположение? Ну, вот про тех, которых я показывал, давным достаточно слайдов, да, но увеличение, ну, раза в три, наверное, этого опыта. Опыт, он увеличивается, это мнение чётко. Конечно. Но у нас есть отделение генетики, которым эти больные целенаправленно... Они вам помогают. Ну, так скажем, когда много лет с этими больными общаешься, их по этих пациентам, в целом, это видно исходно. Конечно. Да, поэтому в части случаев там генетическое обследование не нужно. Но с подтверждённым генетическим обследом, ну, высокий уровень. Спасибо. Спасибо.